Несмотря на то, что ворошить снег кажется делом легким и даже забавным, на самом деле это физически тяжелая работа. Нужно не просто разворошить снег, нужно расколоть лед и раскидать его по периметру, чтобы солнце быстрее растопилось в сугроб. Когда снега очень много и он сильно смерся, лопатой не справится. В бой вступает тяжелая артиллерия. Все, кто видел тракториста Александра Качкана в деле, слагают о нем настоящие легенды. Будто и сугроб разворошит, не сломав ни одного кустика на газоне. И тончайший лед с асфальта ковшом снимет, не задев самого асфальта. И развернется виртуозно в заставленном машинами дворе, не задев ни одной из них. И самое удивительное, все правда. Все нужно рассчитывать. В миллиметрах, не то что в сантиметрах, в миллиметрах. Вот между машинами, когда едешь, там уже стараешься рассчитать талант. Ну, талант, как говорится, не проплешь, не потеряешь и сидит за привату. Если зимой в приоритете у дворников и водителей снегоуборочной техники были дороги во дворах и дорожки к подъездам, то сейчас особое внимание отмосткам. Это асфальтовые полоски по периметру здания. Отмостки, хоть и ходят коп в общее имущество дома, но содержание постоянному в зимний период времени не подлежат. Но в весенний период времени требуется очистка отмосток в связи с тем, чтобы не происходило подтопление подвального помещения и, собственно говоря, не происходило разрушение асфальтового полотна отмостки. Успеть очистить отмостки от снега нужно раньше, чем это сделает солнце. А потому для дворников определили очень сжатые сроки. Уже в первых числах апреля все должно быть чисто. Сейчас у управляющих организаций, конечно, жаркая пора. То есть максимально все силы, которые есть в наличии и по дворникам, и по технике, они мобилизованы. Если говорить в целом по городу, то это те же самые люди, которые вели уборку в зимний период, уборку от снега. Это порядка 2400 человек. Каждый день работу дворников инспектируют сразу три комиссии. Районные, власти городские и городская административно-техническая инспекция. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События.